Вы узнали эту башню за мной? Это телебашня Виллеса. Сегодня мы в Виллесе, и мы хотим узнать у жителей их мнение о русском языке. Поехали! Какой у вас родной язык? Литовский. И как вы выучили русский? Учился в Ремельсном училище, в то время очень популярно было. Ну так вот там и понемножку учился, и сейчас довольно неплохо. Говорю и пишу, ну так доволен тем, а так все хорошо. Польский. И вы говорите по-русски, да? Мы все говорим по-русски здесь. Как проще общаться между литовцами, поляками, украинцами. Польско-литовский. У меня мать литовка, отец поляк. Литовский. И как вы выучили русский? В средней школе учился. Среднюю школу закончил, и там, конечно, были занятия по-русскому. Я вот детский велосипед чиню. Я русский, украинец. Мой отец был украинцем, а мать литовка. И в семье разговаривали по-русски. И вы родились здесь? В Вильнюсе, да. В 67-м году. И вам здесь нравится? Конечно. Это моя родина, мой город. Я очень люблю Литву. Литову. И как вы выучили русский? В школе училась русский и выучилась. И доукбова много этих знакомых русских. Так вот так понемножку и выучаем. Сейчас только дети не учатся, как я английский не учу. Мне его не надо. Никуда я не еду, и мне хорошо с литовским. Но русский еще знаю поговорить с соседями. И все. С вами вот. Литовский. И как вы выучили русский? Я рос среди русских людей, потому что на той улице, где я живу, большинство людей на русском разговаривает. Я просто был, ну не то, что вынужден, но просто... Они со мной общались по-литовски, а дома они с родителями общались по-русски. Когда я был у них в гостях, я слышал этот язык. С юного возраста. А потом в школе пару лет учился. Ну, в основном кириллицу, как писать, читать и тому подобное. Литовский. И как вы выучили русский? Я училась в школе. Еще давно это было. Как вы выучили русский? Я не выучил. Было такое время. Был такой товарищ Хрущев. Я три класса кончил в польской школе. Меня перевели, ну, автоматом, не спрашивая. В русскую школу вот. Поэтому я говорю по-русски. Прекрасно. История Литвы 20 века похожа на историю Латвии и Эстонии. Она получила независимость в 1991 году, и она вошла в состав Европейского Союза и НАТО. Стоит отметить, что здесь в Курсии их проживает меньше по сравнению с Латвией и Эстонией. Но в отличие от этих стран, русскоязычные иммигранты здесь после распада Суспирского Союза получили полное гражданство. Литовцы до сих пор учат русский язык или они уже не учат? Это в школе, не знаю, наверное, учатся, а может и нет. В основном английский язык сейчас, в основном. А другие языки так и не могу сказать. Ну, раньше учился, я учился, и потом неплохо стал говорить по-русски и писать. Ну, так все хорошо так. Ну, молодежь не сильно понимает, а так уже мое поколение советское, можно считать, так там без проблем. Мои внуки уже не умеют. Они и на английском. И на английском уже. Дети еще умеют. И вам нравится русский язык? Прошел? Нравится вам русский язык? Ну, как нравится, какой есть, такой есть. У каждого государства, каждое государство свое любит языка. И так нужно, чтобы, значит, соживешь в этой стране и любить этот язык. Ну, а поскольку я живу в Литве, так что по-русскому говорить, а в основном я делаю, только у меня Литва и литовский язык. Ну, как сказать. Знаете, я вам скажу честно. Человек, когда рождается, он не выбирает ни национальность, ни местность. Главное, чтобы он остался человеком. При жизненном опыте, конечно, всякие падения, всякие вышки, все бывает. Но главное вот здесь, чтобы он остался человеком. И как вы думаете, здесь вы говорите хорошо по-литовски, да? Да. Я учился в школе, мы все учим литовский. У меня дочка старше ей 15 лет. Она вот в этой школе учится русско-польской. И я вам скажу, за три года подтянуло так литовский хорошо, потому что экзамены все сдавать на литовском. Вам нравится русский язык? Нормальный язык, как язык. Я не против. Я говорю, мне английский не нравится, вот это не нравится. Я его не умею, мне он не нравится. А русский нормально. В детстве говорили, как кто хотел по-русски. Но так и выучили. Ну, да, я думаю, я... Да, нужен язык, как бы, и нравится, и нужен, потому что у нас много кто на русском разговаривает. Если, ну, вообще-то, полезное знание. По-литовски тоже говорите? Плохо. Он вам не нужен был? Тогда. А вы знаете, что вот всюду... Ну, я уже пенсионер. Мне 67 лет, пенсионер. Но были коллективы, где мне литовский язык просто не нужен был. Ну, нормально, как и все другие языки. Все нормально. Хочу обратить ваше внимание на наше сообщество Easy Russian. Переходя по этой ссылке здесь или в описании, вы можете стать членом сообщества Easy Russian. Таким образом, вы будете получать всякие понятия ко всем видео, как транскрипты и упражнения. А также, вы будете поддерживать наш канал, потому что без вашей помощи нам будет очень сложно. А сейчас мы продолжим наше путешествие здесь, в Вилнсе. И какое ваше отношение к русскоязычным здесь? Отношение неплохое. А то, что сейчас творится на Украине, ну так не дай бог такое дело. Дай бог, что быстро и кончилось это все. Но так и так переживаем. И мы так же все читаем и соблюдаем это все. Очень плохо. И какое у вас гражданство, если не секрет? Гражданство литовское. Почему не секрет? Мы все литовское получили в 90-х годах. Кстати, в Литве в этом плане вообще никакого ущемления не было. Вот на латышей там ругаются, что не давали гражданство русским там и другим национальностям. В Литве всем, пожалуйста. Почему, на самом деле, они так сделали? Потому что не такое большое количество было русскоязычного населения в Литве. А у латышей было, по-моему, что-то 60%. И понимаете, если бы они всем дали гражданство, то там бы было прорусское правительство и власть. Из-за этого, что у нас, наверное, с паспортами было полегче, что русскоязычным людям было бы легче, было легче получить гражданство. Видавали просто, да? Да, без всяких там препятствий, как было в Эстонии или в Латвии. И с школами у нас тоже ситуация получше. Так, из-за этого, я думаю, русскоязычные люди, они как-то чувствуют, может, как часть общества более, чем в Латвии и в Эстонии. Они не чувствуют себя так исключены. Это, может, помогло избежать таких масштабных каких-то проблем, я думаю. Как вы относитесь к русскоязычным здесь, в Вилнисе? Нормально. Это же люди простые, чем они виноваты, что Путин что-то сделал с украинцами. То есть политика – это одно, и народ – это другое? Да, политика вообще не интересует. Только чтоб цены не поднимались, а то наши так любят цены поднимать, что… Здесь как бы по желанию. Я, допустим, стараюсь в общественных местах, конечно, на литовском разговаривать. Ну, сейчас вот, смотрите, украинцев очень много приехало. Я недавно в Лидли покупал, и кассирша, женщина, знаете, начала извиняться. Типа, извините, но я не разговариваю по-литовски. Я говорю, за что вы извиняетесь? Ну, как вы только приехали, это беженцы, знаете. Личное мнение, они могут и не учить литовский язык у нас. Как бы страна свободная, они могут разговаривать и на литовском, и на немецком, на японском, на каком они хотят, так что не знаю. Я сам как бы литовец, было бы, может, и приятно, чтобы они бы научили этот язык. Ну, это их право, если они не хотят, так не хотят. Вот русская школа есть, они могут ходить туда и учить. С этим проблем никаких нету, ну, для меня лично. И вот за семь лет ни одного конфликта. Понимаю. Ни одного не было. Знаете, типа, что ты по-русски разговариваешь, или там твой ребенок меня не понимает. Наоборот, всегда мамочка какая-нибудь подойдет и видит, что он не понимает по-литовски, поговорит с ним, еще чего-нибудь. То есть, не-не-не. В Литве это, я говорю, в каждой, наверное, нации есть этот националисты. Но в Литве это очень малое количество людей. У меня соседи есть, которые живут уже, наверное, 50-60 лет, не умеют литовский язык. Но, раз они не умеют, так я по-русски могу. И у вас хорошее отношение? Как? У вас хорошее отношение с ними? Конечно. Нет, не то важно. Самое главное, что они нормальные люди. Знаете, я никогда не запариваюсь насчет языка. Особенно вот здесь, в Вильнюсе, никаких проблем нет. Никто нас не давит по национальности. Я пока еще не сталкивался с тем, чтобы мне кто-то тыкнул, что я говорю по-русски. Вот это действительно. Толерантность полная. Я-то думаю так, что люди все-таки, когда живут в другой стране, в первом случае, они надо уважать законы. И потом обязательно, хоть помаленку, но выучить язык, где он живет. Конечно, родной языке есть родной язык. Но никогда не помешает им знать другие языки и пользоваться ими. Вам нравилась жизнь в Советском Союзе? Ну, как сказать. Жил, ну, и, как говорится, изучился там, ну, и все. Неплохо сказал бы, но фактически так, ну, как. То, что нигде выехать нельзя было, так, закрыто в основном. Ну, так привыкшие были, и было все хорошо. Ну, так что ж, как поделать. Главное, чтобы еще поесть его, поспать, ну, и хорошо все. Как сказать, я была молодая, это было хорошо. Было такое, что о чем-то не говорили. То есть тогда не было свободы слов? Нет. О чем-то не говорили никогда. И, конечно, когда слушали какие-то, ну, по телевизору или в газетах какие-то, ну, не знаю, съезды всякие другие, конечно, мы не читали. Даже не было интересно. Все было ясно и так. Но, ну, вообще, так как молодые, мы жили хорошо. Есть и плюсы, и минусы. Понимаете, как обычно бывают в жизни и плюсы, и минусы. Главное, где больше плюсов и где больше минусов. С одной стороны, в Советском Союзе. Ну, как, мне главное было, что вот политически свобода была, потому что народ должен быть свободен. Экономически, это мое мнение, все-таки связи с другом большим должны быть. Ребята, скажу честно, так как я жил при коммунистах, я сейчас так не живу. Потому что я зарабатывал сумасшедшие деньги. Тогда или... Тогда, да, тогда я зарабатывал сумасшедшие деньги. Ну, и раньше плохо было особо с мясом. Так, бывало, очередь стояла и, может, некачественные купить. Ну, а сейчас, как говорится, если вы ходите в магазин, так увидите, какой результат сейчас. И посравнить с тем временем. Ну, так вот так, дорогие. А здесь люди тогда считали, что в Советском Союзе оккупанты или так не думали особо? Люди просто жили? Сейчас, конечно, думали. Много лет уже думаем. А тогда? И тогда думали. Но только думали, не говорили. А, сейчас и думаете, и говорите. У меня 87-й год, у меня зарплата 802 рубля чистыми. Не, это, без налогов, чистыми. А если не секрет, как вы зарабатывали эти деньги? А? Как вы зарабатывали эти деньги? Вы были в бывших странах Советского Союза? Да, ну, всю Прибалтику я объездил. Украина, Грузия, Армения. Много где было. И там русским языком легко было общаться со всеми, да? Ну, может, только в последнее время на Украине что-то проблема. А так в Грузии, Армении так без всяких проблем. В Латвии, в Эстонии я был. Каком языке вы говорили с ним? На русском языке. Я разговаривал на русском. Большинство, насколько я общался, например, в магазинах или покупал билеты на автобус или на поезд, я на русском разговаривал. Потому что, не знаю, я вот, когда бываю за границей, в других западных странах, я разговариваю на английском. Ой, очень много. Я гастролировала во всем Советском Союзе. От Иркутска до Черного моря. Так что, была везде. Ну, как, я мало путешествовал, я был в Ленинграде, теперь в Санкт-Петербурге. Был в Москве. Но по другим сторонам не ездил, потому что у меня были работы, я жил в деревне, там, как, знаете, всегда работ полно. Мне не было времени. Самой занимался там, чтобы стать, ну, человеком стать. Не все получилось, понимаете, и падение, всякие вышки, все было. Не буду сказать, что я какой-то святой гимн. Не дай небышка. Но, чтобы остаться человеком, я старался. А это занимает много времени. Этот монумент представляет Балтийский путь. Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили шеевую цепь длиной около 670 километров. Соединяя Таллинн, Ригу и Вильнюс, они хотели показать желание народов Прибалтики отдалиться от СССР. Вы стояли в Балтийском пути тогда? Да, стоял. И доволен был. И сейчас иногда посмотрю, как было. И смотрю, в каком месте я стоял там. Да, было так, точно. Какие чувства были тогда? Повышенные. В то время очень такие все были довольны, подвышенные и так дальше и тому подобного. Нет. Почему нет? Вот как-то я вот не пошел на Балтийский путь. Как-то не знаю. Я сердцем был за это, но как-то не пошел. Вот по семейным обстоятельствам, наверное, было все-таки. Нет, я тогда в армии служил. В армии, в советской еще. На это все. Надеюсь, что вам понравилось. Мне лично очень интересно было. Я, например, сегодня узнал, что Литос увидит русский язык как общий язык между странами Советского Союза. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ставьте членом сообщения, если вы это еще не сделали. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok